Добрый день всем! Продолжаем наши процессы, продолжаем наши судебные заседания. Становится их все больше и больше. Сколько мы уже набрали, Алексей Кузьмин? По-моему, добрый день. По-моему, сегодня 12-й, если не ошибаюсь. 12-й, а следующий будет 13-й. А следующий будет 13-й. Ой-ой-ой. Ну, мы вам приготовили некий сюрприз в следующий раз. Такой прыжок в сторону небольшой, но в ту сторону, которую мы начинаем сегодня. Догадайтесь сами. Сегодня у нас будет победивший, ну, я не знаю, с отрывом победивший. С большим отрывом 18% от второго места, да. Да, это Оскар Уайлд. И тот процесс... Спасибо Дмитрию, который нам тут же дал несколько наставлений. Нет, спасибо, действительно. Потому что процесс Оскара Уайлда не понять, если при этом не понимать, что такое викторианская мораль. Да, обязательно мы сейчас с нее и начнем разговор. Но я хотел бы сказать, что вот вы не дадите мне соврать, что мы предложили, точнее, идея включить вот в очередную пятерку. Процесс Уайлда у нас возникло достаточно спонтанно, буквально. Но незадолго перед передачей, и мы ни на какие даты не смотрели, и слушатели наши, выбирая, разумеется, тоже руководствовали с другими соображениями. Но вот мистика в том, что ровно 120 лет назад, день в день, 19 апреля 1995 года, у Уайлда было предъявлено официальное обвинение. Это нам было... Да, это вот такая вот... Указание слышали. Одна из тех, да, маленьких мистических вещей, которые делают историю такой интересной. Действительно, что такое викторианская мораль, неразрывно связанная с викторианской эпохой, это, с одной стороны, весьма суровая такая патриархальная модель жизни. И если говорить о взаимоотношениях между полами, то викторианская мораль навязывает такой очень жёсткий стандарт. Семейная жизнь предполагает исключительно... Ну, не исключительно, конечно, но в первую очередь это духовный союз мужчины и женщины. Это очень чёткое разделение обязанностей. Есть обязанности мужские, есть обязанности женские. Они практически не пересекаются. То есть это такой, может быть, последний всплеск вот такого патриархального семейного консерватизма. Ну, именно всплеск после перерыва, вернувшийся. Потому что, конечно, образцом для отношений, для семьи, вот такой, который можно иногда, простите, сейчас не очень аристократическое, а скорее такой буржуазной уже семьёй, это Виктория Альберт. И принц Альберт, конечно. Это прекрасная, кстати, история. За это я люблю фильм «Молодая Виктория». Кстати, он очень хорош, и Альберт там прекрасен. Но и это было после всех безумств, которые творили Виктория и Дидья. Ведь что, скажем, Георг IV, что сили били дядя? Ну, вообще-то, Ганноверская династия, она долго развлекала Англию. Вот я имею в виду её короли развлекали Англию своими всякими семейными окружениями. Хотя они-то перевели, привезли туда из своего Ганновера замечательного, со своим курфюрством, они туда привезли вот такую немецкую провинциальность. Да, да, да. При этом чудесная королева Шарлотта, жена Георга III, которая подарила Англии ёлку. Ёлку. Да. Ну вот. Шарлотку. Да. То есть, с одной стороны, это такая, в общем, подчёркнутая асексуальность, ну, в высших слоях, разумеется, потому что на, так сказать, то, что называется working class никто особенно внимания не обращал, грубые люди, да, и что, так сказать, что они там хотят, пусть то и творят. А с другой стороны, это время чрезвычайно распространённого разврата, практически, ну, нельзя сказать легального, но, скажем так, вот существует некий общественный договор, очень часто противоречащий закону. И, в частности, смысл заключается в том, что мужчине позволяется, ну, скажем так, развлекаться на стороне, лишь бы это не вылезало на публику, и лишь бы он не увлекался, скажем так. Не перерастал в некую такую вот связь. Да, это всё должно быть отстранённо. Если джентльмен покупает себе любовь в одном из многочисленнейших лондонских борделей, это нормально, потому что он тем самым даже наоборот облегчает себе хранение дружеских отношений с супругой, да, так сказать, вот он разгрузился психологически, скажем так, с профессионалкой и возвращается в дом, и у них всё трогательно, так сказать, и очень-очень чисто. Даже находили соответствующие соображения у блаженного Августина, который якобы говорил о том, что вот если в это не вкладывать душу, то можно. Главное, чтобы вот не изменять в душе. Я вам должен сказать, что можно найти всё. Ну, разумеется, конечно. Всё в писаниях. Конечно. И это же, в принципе, касается и гомосексуализма тем, которые мы сегодня никак не сможем обойти, потому что, с одной стороны, существует достаточно суровое законодательство. Ну, такая вот краткая история. В XIX веке это выглядит следующим образом. В XXVIII году выходит закон о преступлениях против личности, в котором говорится дословно, каждое лицо, виновное в омерзительном преступлении садамии, совершённое с мужчиной или с любым животным, подлежит смерти как преступник. То есть смертная казнь однозначно, да, не какой-то там разброс, а однозначно. Дальше наступает в 1861 году некоторая либерализация, но она связана не с тем, что как-то изменилось именно к садамии отношения, а с тем, что вообще наступает либерализация уголовного законодательства, и вместо 200 составов преступлений, преступления, за которые раньше полагалась смертная казнь, оставляют всего 4. Там государственные измены, пиратство и ещё что-то. А все остальные, так сказать, снижаются, но снижаются не очень значительно, потому что по-прежнему за гомосексуальные связи от 10 лет до пожизненного заключения. То есть это по-прежнему тягчайшее преступление. И только в 1885 году, то есть за 10 лет до тех процессов, о которых мы будем сегодня говорить, принимается Criminal Law Amendment Act, значит, закон о поправках в уголовное законодательство, куда в последний момент без особенного обсуждения, буквально случайно, попадает так называемая поправка Лабушера, которая гласит, дословно, цитирую, «Любая особа мужского пола, которая на публике или приватно совершает, или договорилась совершить, или обеспечивает, или пытается обеспечить совершение с какой-либо особой мужского пола, любого акта грубой непристойности, gross indecency, будет виновна в преступлении, будучи осуждена за него, должна быть подтвергнута по усмотрению суда тюремному заключению на срок, не превышающий 2 года, с назначением или без назначения исправительных работ». Вот, собственно, именно в соответствии с этим актом Оскар Уальд и будет осужден. При этом надо сказать, что явление чрезвычайно распространено, причем особенно в аристократических кругах. И практически все исследователи, я вот посмотрел, готовясь к передаче, несколько, у нескольких специалистов разного времени, современников тех событий, уже 20 век, соображение о том, почему получает это такое распространение. И, вы знаете, практически все единодушно обращают внимание на вот эти вот закрытые английские частные школы-интернаты, где, с одной стороны, такая достаточно насаждается грубая модель взаимоотношений между старшими и младшими учениками, с подчиненностью младших учеников старшим, и, с другой стороны, это культ античности, а мы знаем, что в античности, в общем, гомосексуализм был достаточно широко распространен и был частью такой вот культурной традиции. Я хочу процитировать Уильяма Стида, знаменитого публициста-журналиста-критика тех времен, пассажира, трагически погибшего на «Титанике», уже в пожилом возрасте, который в газете, давая репортаж о процессе над Уальдом, писал, «Если бы каждый, кто виновен в грехе Оскара Уальда, попадал в тюрьму, мы бы стали свидетелями удивительного переселения обитателей Итана, Хэрроу, Рэгби и Винчестера в тюремные камеры, ведь мальчики в частных школах свободно подхватывают привычки, за которых потом могут приговорить к каторгам». Ну, это, видимо, одна из причин, но такая явно совершенно не последняя. И что же, собственно, Оскар Фингал оф Лайерти Уилс Уайлд, так полностью звали этого человека, он ирландец и учился в Ирландии, вырос в вполне более чем респектабельной ирландской семье, мама была очень тонким человеком, которая привила ему интересы к классической литературе и к античности, к древним языкам и так далее, и так далее. В Англию он, собственно, переселяется, когда поступает в университет, он будет учиться в одном из колледжей Оксфорда, не самом престижном, но таком. Оксфорд есть Оксфорд в любом случае. А вот дальше он женится, у него двое сыновей, то есть внешне все вполне, так сказать, такая жизнь добропорядочного джентльмена, а дальше в его жизни появляется, ну, можно так сказать, злой гений. Это Альфред Брюс Дуглас, представитель высшей аристократии, он третий сын маркиза Квинсбери, и вот этот молодой человек, который на 16 лет моложе вальда, становится его многолетним любовником, его музой, его злым гением, так сказать, тому быту... И злым и не только злым, потому что эта история очень многогранная. Конечно, многогранная, но вот во всей этой истории с судебными процессами он, конечно, сыграл далеко не лучшую роль, и в конечном итоге Уальд практически уходит из семьи, перестает видеться с женой, со своими уже подросшими сыновьями, абсолютно погружается вот в этого молодого человека, хотя при этом он позволяет себе теперь уже тоже гомосексуальные всякие, ну, вот платные, что называют, связи на стороне, но между ними роман невероятной силы, причем Дуглас капризничает, Уальд его содержит, хотя он не был таким уж богатым человеком, несмотря на большой, в том числе, и коммерческий успех его, особенно его пьес, и вот из этой истории вырастает вот эта вот, в общем, достаточно нелепая судебная ситуация. Нелепая вот почему. Ее бы, конечно, не было, если бы не чрезвычайно сложные, можно сказать, на ненависть, по сути, основанные взаимоотношения Альфреда Дугласа с его отцом, маркизом Квинсбери. Кстати говоря, это имя должно быть хорошо известно любителям спорта, в частности, бокса. Я помню очень хорошо, когда я впервые его услышал, мне было лет 12, я, как большинство мальчишек моего времени, зачитывался рассказом Джека Лондона «Мексиканец», может быть, лучшее, что написано о боксе, но вот только что Юрий Нагибин еще в своих, так сказать, рассказах о своем юношестве тоже, может быть, достиг какого-то такого уровня изображения спорта. И именно, а надо сказать, что вот отец Дугласа был человеком совершенно противоположного плана. Дуглас утонченный, изнеженный, такой женоподобный, а это, наоборот, человек, использующий каждую возможность, чтобы подчеркнуть свою не просто принадлежность к мужскому полу, а такую вот брутальную мужиковатость. Страстный... Страстный всегда подозрительный. Да, да, не пытался ли он убежать от самого себя в этом, да. Страстный поклонник охоты в самых ее грубых проявлениях, поклонник бокса, что для аристократа почти невозможно, это считалось мужицким видом спорта, да, и вообще совершенно неприлично это. Вот. А он разработал вот эти правила, которые, насколько я понимаю, по-прежнему являются основой правил в боксе. Да, он сделал бокс вот тем... Спортом, да. Не мордобоем простонародья. Во-первых, спортом, вторых, спортом очень... Ну, достаточно джентльменским. Джентльменским, да. Вот все эти правила насчет нокдауна, правила насчет того, что боксер, который хватается за канаты, боксер, который опускается на колено, выбывает из боя, собственно, он ввел, как обязательно, перчатки. До этого дрались иногда голыми кулаками, иногда перебиткованы. Кстати, вот о кулачном обои изумительная есть книга Конондойля «Роднистоун». Роднистоун, конечно. Великолепный. Совершенно верно. И вот, да, и плюс в личной жизни тоже, мягко говоря, непрост, потому что окончательно он разошелся со своей женой, но они не разводились, они разъехались, за что сыновья очень отца осуждали, когда отец просто в дом привел любовницу и предложил начать жить втроем. Тоже такой вариант, не вполне стандартный для того времени, да и для нынешнего. И между отцом и вот его, в частности, третьим сыном, назревает такая вот взаимная, сильная неприязнь, которая особенно усиливается в 94-м году, когда при очень сомнительных обстоятельствах, вроде несчастного случая на охоте, оказывается застреленным старший брат Альфреда, который, в свою очередь, подозревался в любовной связи с министром иностранных дел, впоследствии премьер-министром, маркизом Роузбери. Это к вопросу вот в этих выпускниках частных школ. Да, и куда бы они переселились, если бы всех судили за это. Да, да, да. И почему-то Альфред, так сказать, обвинял отца вот в том, что произошло, и в конечном итоге, значит, они начинают обмениваться крайне резкими письмами. Значит, отец сына проклинает, сын в ответ ему подчеркнуто дерзит. И тут отца все больше и больше, доброжелатели начинают информировать о том, что, так сказать, мальчик-то живет такой жизнью неподобающей. Правда, маркиз Квинсбери съездил лично познакомиться с Уальдом. И при первом знакомстве Уальд произвел на него самое благоприятное впечатление. Маркиз даже сыну написал, что сынок, да, я убедился в том, что это достойнейший человек, что это все, так сказать, клевета, наветы и поклепы. Но через месяц что-то у него там в голове опять какой-то рычажок соскакивает, и он начинает требовать, чтобы сын немедленно уезжал из Оксфорда, не получив даже диплома. Так сказать, сын опять дерзит ему в ответ. Дальше маркиз закусывает у дела как раз в это время премьера, ну, может быть, самой знаменитой пьесы Уальда, как важно быть серьезным. И маркиз абонирует себе кресло, явно совершенно намереваясь устроить скандал во время премьеры. Уальду об этом докладывают, он уговаривает директора театра, чтобы тот не продавал билеты. Значит, маркиз пытается прорваться в театр, его не пускают. Это он воспринимает как дополнительное оскорбление, совершенно слетает с нарезки. В клубе, где Уальд регулярно бывал, оставляет для него без конверта, так, чтобы люди могли видеть, визитную карточку, на котором пишет оскорбительную фразу, такую абсолютно недвусмысленную, обвиняя Уальда в том, что он садомит, значит, через несколько дней Уальд получает это послание, скажем так. И дальше в кругу людей Уальда окружавших возникают разногласия по поводу того, стоит ли связываться, вот стоит ли реагировать. Кто-то из осторожных людей говорит, что вообще лучше бы от греха подальше уехать на время во Францию. Кто-то говорит, ну, можно не уезжать, но в любом случае не надо никак вот на это реагировать, сделаем вид, что ничего не было, что письмо, что называется, не дошло. Вот. А среди очень немногих из тех, кто считает, что надо на это отреагировать, как раз первую скрипку играет Альфред, который, видимо, таким образом хочет отца побольнее уесть, то есть он использует своего старшего друга в качестве такого-то орудия мести, и под его, безусловно, влиянием, я не думаю, что кто-то еще Альдо мог уговорить на это, тот выдвигает обвинение против маркеза Квинсбери в клевете. Вот, собственно говоря, именно это и составляет первое дело, которое начинает слушаться 3 апреля 1895 года, и при интересе Уальда, он сам, естественно, присутствует на этом процессе, его интересы представляет очень известный, очень дорогой адвокат, сэр Эдвард Кларк, который готовит, так сказать, готовится к этому процессу, а его оппонента, ответчика, представляет Эдвард Карсон, который был одноклассником Уальда по Оксфорду, они вместе учились, и Уальд даже там иронически сказал, что ну вот от старого друга следует ожидать особенно больших неприятностей, как говорится по старой дружбе. Вот, и как он углядел, надо сказать, потому что Карсон начинает копать, естественно, компромат на Уальда, и накапывает этого компромата достаточно. Появляются и будут, собственно, предъявлены на суде показания 12 молодых людей, которые, ну, скажем так, работали в заведении, принадлежавшем некому Альфреду Тейлору. Заведение это располагалось на Литл Колледж Стрит и представляло собой очень изящно обставленный салон, где богатые джентльмены могли познакомиться с небогатыми, но молодыми и недурными собой юношами. Это, в общем, такая точка вполне себе профессиональная. Кого-то подкупом, кого-то угрозами, в общем, удается от них получить вот эти вот самые показания, из которых свидетельствует, что маркиз никоим образом не преувеличил, когда назвал Уальда вот этим самым словом. И с этого момента сэр Эдвард Кларк, опытный юрист, понимает, что дело-то, в общем, пахнет керосином, он начинает предлагать Уальду забрать иск, не доводить до греха, но Уальд, тем не менее, упорствует, и в конечном итоге дело это попадает в судебную заседу. Мы сейчас прервемся, мы говорим о суде над Оскаром Уальдом, Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман, программа «Не так. Наши судебные процессы». А мы сейчас об Оскаре Уальде. Ну, вот об этом, да, первой части большого процесса. Ну, говорят о трех процессах, процессуально это правильно, но поскольку они уложились, в общем, достаточно короткий промежуток времени, в полтора месяца все началось и закончилось, то можно, конечно, поскольку были одни и те же представители сторон, и, естественно, одни и те же, только они менялись местами, соответственно, из ци-ответчики, это все можно рассматривать как один большой процесс. И, в общем, Уальд на первом процессе довольно быстро теряет присутствие духа, хотя он продолжает достаточно метко и колко и резко реагировать и иногда срывает аплодисменты, но он, в общем, с другой стороны, некоторыми своими необдуманными заявлениями, он раздражает присяжных, раздражает публику. Ну, вот, например, когда его однокашник, бывший Карсон, спрашивает, там он как-то это привязывает к персонажам его произведений, в частности, Дариан Грей, естественно, очень обсуждался, так сказать, тщательно, Карсон спрашивает его, какие люди его привлекают, и Уальд отвечает, «Я люблю людей молодых, ярких, беспечных и естественных, я не люблю разумных и старых». Это, кстати говоря, я немножко сейчас понял, что я ошибся, это речь шла не о Дариане Грея, а о том, почему он посещал вот это заведение на Little College Street. И в конечном итоге ничего удивительного в том, что Маркиз признан невиновным, и, естественно, тут же, в свою очередь, он выдвигает против Уальда, да, как выражается наш президент, обратно. И вот тут вот всё становится совсем плохо. Альфред Дуглас, почуяв это, уезжает из Англии, Уальд остаётся по сути, ну, то есть он не остаётся один, вокруг него есть друзья, некоторые из них останутся с ним до самого последнего, как Роберт Росс, например. Но, с другой стороны, вот в том круге, в котором он вращался, перед ним начинают закрываться двери, с ним перестают общаться очень многие люди, он чувствует, что нарастает вот это вот отчуждение. И, тем не менее, на втором процессе он продолжает защищать себя с юридической точки зрения наихудшим из возможных образов. Вот, это очень напоминает суд над Сократом, в том смысле, что оба пытались высказать то, что для них важно, и это было крайне неудачной линией защиты. То есть, это, по сути, работало на... Если иметь в виду линию защиты, как линию избежать какого-то наказания. Избежать, совершенно верно. Ну, вот, например, один пример приведу, очень известный. Значит, обвинение, теперь уже обвинение, спрашивает о его отношениях с Дугласом, и, в частности, как понимать... А, Дуглас был поэтом, и, ну, можно сказать, достаточно плодовитым, и как понимать одну строчку из его стихотворения «The love that dare not speak its name» «Любовь, что таит своё имя». Что это за любовь? И тут, конечно, у Альда было множество возможностей повыкручиваться, да? Откуда мне знать? Не я писал, только автор... Да и вообще, говорит, что значит стихотворная строка. Конечно. Это просто глупость вообще. А потом, как можно спрашивать меня? Я, так сказать, не писал этих слов. Спросите автора, это был бы абсолютно неубиенный аргумент, тем более, что автора нет, так сказать, в Соединённом Королевстве. Ноуальд, вот, извините заранее за длинную цитату, но мне кажется, что она объяснит практически всё вот в его позиции, которую он занимает на этом процессе. «Любовь, что таит своё имя, это в нашем столетии такая же величественная привязанность старшего мужчины к младшему, какую Иоаннафан испытывал к Давиду, какую Платон положил в основу своей философии, какую мы находим в сонетах Микеланджело и Шекспира. Это всё та же глубокая духовная страсть, отличающаяся чистотой и совершенством. Ею продиктованы, ею наполнены, как великие произведения, подобные сонетом Шекспира и Микеланджело, так и мои два письма, которые были вам прочитаны. В нашем столетии эту любовь понимают превратно, настолько превратно, что воистину она теперь вынуждена таить своё имя. Именно она, эта любовь, привела меня туда, где я нахожусь сейчас. Она светла, она прекрасна, благородством своим она превосходит все иные формы человеческой привязанности. В ней нет ничего противоестественного, она интеллектуальна, и раз за разом она вспыхивает между старшим и младшим мужчинами, из которых старший обладает развитым умом, а младший переполнен радостью, ожиданием, волшебством, лежащей впереди жизни. Так и должно быть, но мир этого не понимает, мир издевается над этой привязанностью и порой ставит за неё человека к позорному столбу. Молодец. Да, молодец. Да. Он молодец в том смысле, что он попытался, высоко талантливо попытался объяснить, что это, какие чувства испытывает человек, так сказать, находящийся в его ситуации, но для суда это, по сути, признание. Несмотря на это, первая коллегия присяжных не может вынести вердикт. Присяжные долго-долго-долго совещаются и не находятся удовлетворительной, не находят консенсуса. Там не нужен был полный консенсус, но там нужна была некоторая, так сказать, численность, вот, что называется, жюри присяжных зависла. И тогда судья назначает, судья, я процитирую его обязательно, недоброжелательно настроен к Уальду, и он назначает ещё одно слушание другим составом присяжных, и вот на этом слушании, которое произойдёт уже в середине мая 95-го года, собственно, Уальду, по сути, не дают возможности защищаться, он уже практически сломлен, и вот именно этот процесс, третий или третий этап одного процесса, он и заканчивается приговором. И, если можно, я бы хотел ещё одну цитату из заключительного выступления судьи уже после того, как жюри присяжных вынесло свой вердикт виновен. И, если можно, мне кажется, что так лучше звучит, у нас сегодня нет в записи, вставки, вот если можно, я за неё поработаю, я сначала прочитаю это коротенькое достаточно кусочек по-английски, да, так как вот судья произносил это. Он обращается к двум обвиняемым, двум, потому что Альфред Тейлор, содержатель вот этого полупочтенного заведения, был привлечён к суду по этой же самому обвинению, и у него, кстати, была возможность открутиться, ему предлагало обвинение, что если он согласится сам выступать в качестве свидетеля обвинения, то против него ничего выдвигаться не будет, но он по каким-то своим соображениям, может быть, благородством, а может быть, какие-то были практические соображения, он предпочёл этого не делать. И он тоже вместе с Уэльдом на скамье подсудимых. Вот что говорит судья. «It is no use for me to address you. People who can do these things must be dead to all sense of shame, and one cannot hope to produce any effect upon them. It is the worst case I have ever tried. That you, Taylor, kept a kind of male brothel, it is impossible to doubt. And that you, Wilde, have been the center of a circle of extensive corruption of the most hideous kind among young men, it is equally impossible to doubt. Нет необходимости мне обращаться к вам. Люди, которые делают такие вещи, не имеют никакого чувства стыда, и нет никакой надежды вызвать это чувство. Это худшее дело из тех, которые я когда-либо слушал. Нет никакого сомнения, Тейлор, в том, что вы содержали некое подобие мужского борделя, и в том, что вы, Уальд, были центром самого массивного, можно сказать, разложения молодых людей, которые были вокруг вас. В этом тоже невозможно сомневаться. То есть, судья настроен. И после этого он говорит, что я считаю эту меру абсолютно недостаточной, но я могу только приговорить вас к верхней планке того, что назначает закон в этой ситуации. То есть, к двум годам. Причем у него был выбор приговорить просто к тюрьме или к тюрьме в сочетании с каторжными работами. Он выбирает второй вариант, гораздо более тяжелый. Уальд отправляется в тюрьму. Из двух лет он полностью отбудет этот срок. Полтора года он провел в Рейдингской тюрьме, которую он обессмертил. Написав, на мой взгляд, одно из лучших своих стихотворных произведений. Это баллада Рейдингской тюрьмы. Да уж. Он выйдет оттуда абсолютно сломленным человеком, физически очень нездоровым. Там были очень тяжелые условия. Там был абсолютный садист-комендант. Ну вот, я... Последняя на сегодня цитата. Я хочу маленький кусочек, пять катренов из этой баллады процитировать. В переводе Нины Воронель, хотя эту балладу переводили и Брюсов, и Бальмонт, великие переводчики и поэты. Ну вот, мне ее перевод кажется наиболее близким к английскому оригиналу. В этих строках, как мне кажется, посвящается баллада узнику, который был казнен в тюрьме через некоторое время после того, как у Альды туда перевели. Это был гвардейский офицер-кавалерист, которого казнили за убийство из ревности своей жены. Ну вот, явно совершенно эти строки не только о нем, но и о себе. И тот первый катрен, с которого я сейчас начну, вот он сейчас эпитафия на могиле Уальда на кладбище Перлашест. «Ведь каждый, кто на свете жил, любимых убивал. Один жестокостью, другой отравою похвал. Коварным поцелуем трус, а смелый наповал. Один убил на склоне лет, в расцвете сил другой. Кто властью золота душил, кто похотью слепой. А милосердный пожалел, сразил своей рукой. Кто слишком преданно любил, кто быстро разлюбил, кто покупал, кто продавал, кто лгал, кто слезы лил. Но ведь не каждый принял смерть за то, что он убил. Не каждый всходит на помост по лестнице крутой, захлебываясь под мешком предсмертной темнотой, чтоб задыхаясь заплясать в петле над пустотой. Не каждый отдам день и ночь тюремщикам во власть. Чтобы не забыться, он не мог не помолиться в сласть, чтоб смерть добычу у тюрьмы не вздумала украсть». Это, конечно, о себе. Да. Да. Это, конечно, о себе. Ну, что же. Посоветуйте всем почитать. Пишет Петр из Саратова. Де Профундис. Пронзительный по откровенности. Причем будете читать, смотрите, чтобы у вас был полный вариант. Он далеко не сразу вышел в полном варианте. Да. Да, да. Конечно, это изумительный совершенно процесс, и великий процесс со стороны Уайлда. И Уайлд был, мне кажется, абсолютно прав, что он выбрал именно такую форму защиты. Он выбрал форму защиты, устремленную в вечность. И устремленную в будущее. Потому что кто помнит, как звали, судью? Кто помнит с каким-то, я не знаю, кроме, наверное, МНДМ, наши Милоновы и Смизулины. Милоновы и Смизулины вспоминаются с радостью, какие были чудесные законы в викторианской Англии. Это человек, который поднял и свое имя на поведение. Потому что любая любовь бывает великой, бывает отвратительной, бывает и так далее. Любая, вне зависимости от того, гетеросексуальная Альна или гомосексуальная. Абсолютно. Вот такой уровень, такой тип отношений, какой был между Уайлдом и вот... Вы судите меня. Он говорит, и вы судите. Так бы мог сказать, могли сказать люди, которые тихо держались. Говорят, вот кто русский Уайлд? Сказали, с какой точки зрения? Нет русского Уайлда. Но есть люди, которые были, так же любили, как Уайлд. И тот же самый Константин Романов и Каэр. Каэр, да, знаменитый. И Петри Чайковский, которые были сломлены этим, но сломлены не так, как Оскар Уайлд. Не так, которые не прошли за это и не высказались по этому поводу. А был Михаил Кузьмин, например, который поднимал это как знамя и многим людям отравил жизнь. Да, но вот был, который так тяжело это свое право устанавливал именно. Тюрьма здесь нам тоже аналогия. Это Жан Жене во Франции. Андре Жид. Да, Андре Жид или Жан Кокто, который вытерпел многое из-за всего, кстати говоря, и не только из-за гомосексуализма. Я не думаю, Артем, что впрямую Михаил Кузьмин – это русский Уайлд. Кузьмин, при всем моем уважении к нему, человек несколько другого масштаба все-таки. И он остался человеком несколько другого масштаба в сравнении с Оскаром Уайлдом. Все-таки. Ну, да. Ну, вот Фархад спрашивает, по какой статье пошел Алан Тьюринг. Да, по этой самой. По этой самой. Да, по этой. Создатель знаменитой Энигмы, да. Да. По этой самой статье. И вот эти все статьи пройдут, а останется Оскар Уайлд. Останется Оскар Уайлд. Безусловно, именно в русской культуре, которая его сравнительно поздно для себя открывала, вот Уайлд уже был знаменитым драматургом, а только-только появились первые переводы в конце, на рубеже веков, как раз русская культура его восприняла очень близко и очень глубоко, на мой взгляд. И вот я прекрасно помню, я учился в классической московской английской спецшколе, у нас в учебнике были замечательные тексты вот этих детских сказок. Да, да, конечно, на этом учили английскому. Действительно великолепный английский язык классический. Так, ну что же, дорогие мои друзья, мы таким образом сегодня прощаемся на некоторое время с Оскаром Уайлдом. На некоторое время, потому что каждый его будет, естественно, открывать, читать, смотреть в театре и так далее. В кино Стивен Фрайс играл гениально Оскара Уайлда все-таки. Ну, давайте мы с вами перейдем к следующему номеру нашей программы, к следующей неделе. И мы вам предлагаем, во след тому, прекрасная идея Алексея Кузнецова, предлагаем, если уж мы занялись литературой, вылипли в нее, да, сэр? Да, то не будем быстро вылипать. Да, давайте посмотрим процессы прототипов литературных. Реальные процессы над реальными людьми. Которые прислужили во многом отправной точкой для очень известных произведений. Хотя сами процессы, в общем, не очень известные, да? Да, но это именно... Но именно раскат в литературе, да? Вот смотрите, некий Франсуа Пико. Это прототип Эдмона Дантеса. Да. И который с граф Монте-Кристо. И суд над ним, о котором мы будем говорить, если вы выберете, это тот суд, на котором прокурор Вильфор отправит Эдмона Дантеса в тюрьму. Совершенно верно. Потому что суда финального не будет, там совсем по-другому жизнь закончится. Конечно, да. Но вот это отправная точка великой несправедливости. Суд над Карлайлом Харрисом, одним из прототипов Клайда Гриффитса из «Американской трагедии». Да, одним из десятка прототипов на самом деле, но это просто... Потому что тому и называется «Американская трагедия». Что это типичное явление, по крайней мере, с точки зрения Драйзера. И подзабытая ныне вещь, подзабытая ныне вещь, но она сыграла невероятную совершенно роль вот в осознании всей судебной системы. Вообще того, что такое суд, что такое судьба человека. В общем, это американское преступление и наказание, только без наказания. Американское преступление, часть первая, скажу так. Процесс Пьера Франсуала Снера, кстати говоря, одного из прототипов Раскольникова Родиона Романовича. В том, что касается теории. Потому что у Раскольникова как минимум три прототипа. Ну да, в том, что касается теории, да. Идея не убийца. Я бы вам очень посоветовал, кстати говоря. Не давите на присяжных. Суд над Адамом Вортом, прототипом профессора Марианти. Марианти, конечно, да. И, наконец, суд над Яковом Блюмкиным, одним из прототипов Штирлица. Ну, точнее, Исаева, да, потому что бриллианты для диктатуры пролетариата. Вот здесь он отчетливый прототип. А до Владимирова? Да. Всеволод Владимирович Владимиров, он же Максим Максим Чесаев. Да, да, совершенно это после пароля не нужен появился Исаев. Знаем классику, да? Все-таки более-менее. Что-то читали. Так что давайте, друзья, уже есть на сайте наша голосовалка. Пожалуйста. И простите за нелегкий выбор. Да, нелегкий выбор. Я думаю, никто по легкому пути не пойдет из вас. И вот, я думаю, к середине недели будет уже все понятно. Итак, спасибо. Всего вам доброго. Всего доброго. До следующего воскресенья. Субтитры сделал DimaTorzok